всем привет с вами сергей и александр казадаев и ребята значит мы сейчас хотим показать на примере хостинга александра как установить wordpress и заодно покажем как привязать дополнительный домен к хостингу хостинг кстати дается нам как бонус как подарок когда потому что мы за хостинг не платим хостинг хороший хостинг имеет хорошие характеристики но он идет как бонус просто вы привлекаете что-нибудь компания какой-то продукт продуктов очень много цена минимум 10 евро в месяц пользуйтесь тем продуктом и значит александр приобрел просто дополнительное доменное имя то есть у него сейчас два домена и давай александр покажи где что находится как ты сюда зашел покажи нажми впереди прямо из кабинета то есть где это находится сервисы до еще раз нажимая еще раз что-то притормаживает немножко видишь крутится ничего ничего сейчас а то есть и хостинг у нас находится под кнопочкой vwebs да и когда вы кликаете вы попадаете на целый большой сервис где у нас очень много возможностей значит при первом заходе вам предложат зарегистрировать доменное имя после этого получаете уже доступ ну как это все делать есть отдельное видео можете посмотреть на этом сейчас внимание застать да и переходим к делу причем это номерное имя дается в подарок да и нажми на панель клиента если будет на английском языке внизу вот смена русский язык и смотрите да а вас должно интересовать вот справа страны где клиент здесь есть мой сервис это один скобочках стоит это значит хостинг то есть один хостинг а ниже написано мои домены мои домены там стоит два это значит у александра сейчас два домена вот можешь показать мои домены чтобы было более понятно какие у тебя домены то есть обратите внимание домены которые помечены белым светом они активные то есть нижний домен и тире метработа точка ком это бесплатный домен то есть мы его заказали обратите внимание в четырнадцатом году в четырнадцатом году и домен второго уровня то есть правильный домен как раз то что нужно для нормального сайта а совершенно недавно то есть 10 до 10 августа шестнадцатого года александр приобрел и нет money.org за 11 долларов а кстати цена 11 долларов это дешевле чем приобрести на любом регистраторе в брунете то есть в россии мы уже сравнивали цены дороже чем 11 долларов в год а так хорошо давай перейдем на когда на хостинг панель клиента и да май сервис значит внизу то что активное белым светом посмотреть данные и вход все панели значит смотрите мы сейчас покажем как мы привязывали второе домен на имя потому что после регистрации надо будет сделать некоторые действия чтобы домен был привязан а значит где это сделать нас интересует раздел домены переведи мышку на раздел домены и нажми дополнительные домены дамы значит а когда вы просто купили дополнительный домен именно в компании здесь вы должны ввести имя домена ну под домен если хотите корень документа автоматически станет как название вашего домена дальше если вам нужно фтп ставите галочку создать учетную запись фтп если не нужно фтп это можно потом в дальнейшем добавить и нажимаете добавить домен то есть ниже ниже проверки страницы чуть ниже так нетмани.org то есть эту процедуру мы уже сделали с александром удалять естественно не будем есть кнопочка управления перенаправлением то есть там можно дополнительно пункцию по фтп включить да ну вот что мы сделали покажи то есть вот это доменное имя ввели и добавили домен и все и активировать так и теперь на вот это доменное имя будем устанавливать wordpress wordpress будем устанавливать способом с скачивания с официального сайта wordpress.org называется назад да возвращаемся да все нормально и вот эта кнопочка скачать wordpress.org но мы его не будем скачивать потому что он уже скачен да мы скачали и теперь надо этот архив загрузить на наш постик открываем диспетчер файлов значит наш добавленный домен здесь выглядит в виде отдельной папки в данном случае это будет и нет мани точка орг кликай на свой дом и с правой стороны где цирк написано сожжение бен вот в это место надо добавить а вот и жилье мы удаляем сюда в общем загрузить сам архив загружайся а тебе надо отсюда выбирать из корзины да не из корзины вот ты находишься в браузере да значит здесь тебе нужно нажать кнопочку отправить вверху так теперь выбирай файл вот он у нас загружен да теперь загружаем вот хостинг перемещает 10 гигабайт свободно еще 9 с лишним гигабайт хватит для множества сайтов сайты много не весят все равно за глаза за глаза да так все все комплект нажимай вернись а куда загрузим это есть наверное он пуст а нажми вот да вот а вот распаковываем так есть клип на фавы а А, да, нормально, все, распаковал, close, значит, смотрите, мы распаковали папку WordPress, нам нужно из той папки перевести в корень снова промена inetmoney.org, то есть из папки WordPress переносим на папку inetmoney.org, все содержимое, а потом папку WordPress удаляем, так как она у нас будет пустой. Заходим в папку WordPress WordPress, выделим все, да, выделяй все, то есть верхнюю, зажимай shift и вниз, так, тебе нужно перенести, то есть, да, переместить и здесь удаляем папку WordPress, то есть, чтобы было именно inetmoney.org, то есть сам корень, наверное, корень. Ну, все получилось, все получилось и саму папку можно удалить, она мне нужна, саму папку WordPress WordPress. И архив, наверное, тоже, да? Да, архив тоже нужно. Можно сверху удалять, то же самое получается. Вот все. Все, теперь можно устанавливать. Для установки WordPress нам понадобится еще база данных. То есть, сейчас надо сделать базу данных. Переходи на c-панель. И здесь база данных, здесь выбирай базу данных в мастерии. Как же сделать базу данных, которая нам пригодится для создания блога? Нам нужен раздел базы данных. Раскрываем. Наводим нам мышкой на базы данных MySQL. Здесь пишем какое-то название базы данных. Любое. Например, просто BD. Нажимаем создать базу. Добавление базы в мега-команда BD. Назад. Нажимаем. Теперь нам нужно добавить пользователя. Имя пользователя. Например, имя пользователя пусть будет блог. И надо придумать пароль. Можно придумать самостоятельно, а можно воспользоваться генератором пароля. Скопируем. Использовать пароль. И нажимаем кнопочку создать пользователя. Так. Вот это дело надо будет скопировать, потому что эти данные вам пригодятся для подключения базы данных. Кликаем назад. Так. Дальше. Добавление пользователя к базе данных. Пользователь 1. База данных 1. Нажимаем добавить. Все. А, еще такой момент. Тут можно поставить all. То есть все возможности для этого пользователя и внести изменения. И еще вот это данные надо скопировать. И они вам пригодятся в дальнейшем. И нажимаем назад. Так. Итого. Пользователь есть. И появилась у нас такая табличка. То есть база данных создана. Размер пока 0. И пользователи к этой базе данных уже подключены. Если в дальнейшем наша база данных созданная не нужна будет. Нажимаем удалить базу данных и все удаляется. И также можно удалить пользователя. Так. Таким образом я создал базу данных. Если у вас какие-то вопросы будут, здесь также есть учебный видеоматериал. Кликаем. и открывается обучающий видеоролик. Как, куда, чего кликнуть, чтобы получить тот и тот. Открывай свой домен в браузере. Да, открывай. все. И вперед. Теперь установка. Здесь вводим те данные от базы данных, которые только что создали. Сервер не меняешь. префикс таблиц читаем справа. Если вы хотите запустить несколько копий Орспресс в одной базе, измените это значение. Ну, у нас будет одна база. Одна база, да? Да. Это потом можно поменять, да, если запустить? Потом, не знаю, может быть. А если вы... Ну, наверное, можно будет. Ну, лучше одну базу иметь, да? Ну, одна база будет. Все, одну базу, конечно, отправить. Все в порядке. Запускаем установку, да? Да. Заполнение. дальше. Воззвание сайта. Имя пользователя. Значит, это имя пользователя, не база данных. Это имя пользователя от твоей учетной записи WordPress. То есть, придумаю еще имя пользователя и еще пароль. Вот админки WordPress будет. Имя пользователя. Пользователь ПОДА? Ну, все, установить WordPress. Пользователь все готово. Войти? Да. Пароль скопировал. Пароль скопировал. Пользователь все готово. Ваш WordPress. WordPress стало 3. Предлагается. так а что он предлагает темы до 3 темы тема 0 так все закрываем да ну а дальше уже настраиваем а дальше уже все плагины ставим текст и все настройка и дальше дело вкуса вот так просто устанавливается сам вопрос на хостинг да или вот так или другой движок джумла группа ута множество любой можно поставить это один из способов есть еще несколько скриптов которые автоматизируют установку самих движков вот мы сейчас установили просто вручном движении штучки наверно в следующем видео я буду на своем пульсинге устанавливать покажу через автоматизацию да я не видел ни разу что через автоматизацию кто то делал хорошо ну что хорошо сергей ладно ребят подписывайтесь на канал ставьте лайки комментарии пишите с вами был александр казадаев приписывайтесь на канал ставьте лайки и всем пока Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...